Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ФСБ задержало двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хатаба Адельхана Елманбетова и Тахира Бегельдиева подозревают в участии при нападении на российских военнослужащих на Северном Кавказе в 99-2000-х годах В результате двух столкновений тогда погибли 99 псковских десантников Задержанным предъявлено обвинение в совершении вооруженного мятежа, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа Более 50 тысяч жителей республики остались без электричества Из-за непогоды, в частности, без света остается часть Махачкалы По информации мэрии города, в зоне отключения, в том числе центральные улицы, районы рынка номер 2 и ЦУМа На места технологических нарушений выехали ремонтно-восстановительные бригады Тем временем энергетики активно меняют перегруженные трансформаторы в Дагестане Так, в республике с января этого года было заменено 166 перегруженных подстанций Мощность которых составляет от 160 до 1000 кВтамперов В рамках ремонтных работ энергетики намерены установить еще 23 новых трансформатора Что по итогу должно благоприятно сказаться на надежности и повысить качество электроснабжения по всей республике Глава Дагестана пообещал поддержать бизнес, работающий для нужд военнослужащих Республика принимает активное участие в доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции Десятки промышленных предприятий региона уже скорректировали свою линейку под продукцию военного назначения На очередном заседании Оперштаба по актуальным вопросам Сергей Меликов предупредил Что не допустит проверок со стороны недобросовестных чиновников в адрес таких производителей Более того, таким предприятием была обещана поддержка от государства Вчера уже позвонили с одной из частей специального назначения мои бывшие сослуживцы И спрашивают, а правда ли, что у нас в Дальдагестане есть обувь, которая альтернативна лучшим образцам российским и зарубежным Поэтому надо смотреть и поддерживать в том числе это производство Вот эту историю прошу забыть Когда у нас востребованная продукция и каждый там начинает палки в колеса вставлять Или там попытаться посредником быть Чем больше продукции возраст, тем больше этот посреднический ряд выстраивается Вот этих посредников всех, я не знаю, бульдозером и на обочину Для производства вот таких востребованных товаров Просто расчистить дорогу и включить зеленый сигнал светофора Потому что эта обувь пойдет тем, кто сегодня, еще раз повторяю, будет сидеть с оружием в руках в окопах И предупреждаю всех А министра промышленности и торговли попрошу взять на контроль Проводил и пожелал вернуться с победой Заместитель мэра Махачкалы Алибулат Магомедов принял участие в проводах солдат Ежедневно с городского военкомата на республиканский призывной пункт направляются мобилизованные От имени мэра Махачкалы Магомедов вручил им комплекты со спальными мешками, ковриками, берцами и предметами личной гигиены А также напомнил, что под руководством Салмана Дадаева функционирует координационный штаб по поддержке семей мобилизованных махачкалинцев Сегодня родина нуждается в вас Уверен, что вы выполните достойно все поставленные задачи перед вами Вы выполните воинский долг Проявите стойкость, отвагу, сплоченность для выполнения задач, которые перед сегодня стоят страной Я желаю вам удачи в этом зернистом нелегком пути Желаю скорейшего возвращения на родину домой В Махачкале ремонтируют мост Подрядчики приступили к восстановительным работам на путепроводе, соединяющем проспекты Расула Гамзатова и Петра Первого Проезд на этом участке будет затруднен на срок от 5 до 7 дней Принято решение перенаправить автопоток из микрорайона редукторный по одной полосе дороги вместо имеющихся двух По словам специалистов, здесь разрушено покрытие, в негодность пришли деформационный шов моста и его металлические элементы Что на данном участке путепровода был большой взлом, который образовался в результате того, что деформационный шов пришел в негодность На нами были проведены исследования, получено заключение экспертов по необходимым видам работ для устранения данной проблемы и усиления данного участка Частями будет меняться деформационный шов для того, чтобы как можно меньше создавать проблем для передвижения гаража Проезд будет перекрываться полностью? Полностью проезд перекрываться не будет, в любом случае будет открыто движение в обе стороны Единственное, что конечно, сам участок дороги будет сужен полностью до вершения работ, нами допланировано до конца текущего месяца Директор МБУ Махачкала-1 обратился к горожанам с просьбой своевременно оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов По словам шейх Рагима Рагимова, в городе официально зарегистрировано 110 мест накопления ТКО и десятки несанкционированных свалок Спецтехники в данном случае не хватает Для чистоты города требуется закупить новое оборудование и оплачивать труд работников в данной сфере Из-за огромных долгов махачкалинцев сделать это пока не представляется возможным Обращаюсь я по поводу того, чтобы в городе у нас было чисто, интересно и нашим детям, и нам тоже Данное условие чистоты зависит от нас, от руководителей администрации города, зависит и от вас также аналогично Делается в городе достаточно большой объем работы благодаря руководству тоже Но тем не менее, каждый из вас имеет возможность видеть эту чистоту, когда вы сами доносите до контейнера тот мусор, который у вас образуется Сегодня сотни людей, работающих в этой сфере, нуждаются и оплате за оказанные услуги Городу необходимо большое количество техники, которая вывозит более тысячи тонн мусора ежедневно Для того, чтобы содержать такую технику, содержать такое количество людей, нам необходимо, чтобы каждый из вас соблюдал платежную дисциплину Платежная дисциплина очень важна тем, что пополнение шота, средства, которые идут на этот шот, они также возвращаются той чистотой, которая находится в городе Сегодня не только будет благодарны гости Махачкалы и вам будет достаточно интересно в городе чистом, в котором вы находитесь Уважаемые махачканинцы, прошу вас обратить особое внимание на то, что за оказываемые услуги надо своевременно вносить плату Многие заключили договора, не оплачивают Есть много таких иных проблем, которые некоторые не знают законы Участие ваше в поддержании чистоты в городе, это будет лучшим проявлением вашего уважения к гостям, к себе и к городу А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы чистота города радовала вас А сейчас краткий обзор новостей с Патимат Ханаповой, далее продолжим На республиканских автомобильных дорогах в Дагестане введены в эксплуатацию дополнительные комплексы фото-видеофиксации Так были установлены более 30 камер на местах, где наиболее часто случаются ДТП и нарушения правил дорожного движения Ожидается, что это приведет к улучшению дисциплины автомобилистов и к уменьшению количества аварий на дорогах общего пользования Спрос на строителей в Дагестане растет Так, в СКФО за один год количество вакансий в данной сфере увеличилось на целых 50% Большая часть из которых принадлежит Ставропольскому краю На втором месте по количеству предложений Дагестан, на третьем – Северная Осетия Несмотря на это, многие высококвалифицированные кадры уезжают в Москву, где зарплаты выше в два раза, чем в родном регионе Махачкалицкий порт начал перевалку удобрений Первое судно с экспортным грузом в 3000 тонн взял курсы на Иран Как сообщили предприятия из соседних государств, в ближайшее время через торговый порт будут направлены еще судно с товаром около 8000 тонн И к новостям с порта Абдул-Рашид Саадулаев возвращается на ковер 13-14 октября в Москве пройдет второй турнир борцовской лиги Поддубного В рамках мировой серии двукратному олимпийскому победителю будет противостоять призер чемпионатов Европы Александр Гуштын из Белоруссии Это будет первое выступление Саадулаева в 2022 году В рамках вечера запланировано 10 главных схваток вольников и борцов греко-римского стиля из России и стран Азии, а также турнир с участием ведущих борцов страны Сборную Дагестана в Москве представит 26 вольников Топовый боец UFC Аскар Аскаров проведет бой в эти выходные на турнире в Лас-Вегасе 16 октября оппонентом дагестанского спортсмена станет американец Брэндон Ройволл Для Аскарова этот поединок станет шестым по счету В американском промоушене он идет на четвертой строчке рейтинга На счету Хасавюртовца три победы, одно поражение и ничья Его профессиональный рекорд в ММА насчитывает 13 побед при одном поражении У представителя США Брэндона Ройволла 14 побед и 6 поражений Артур Бетербиев будет защищать три чемпионских пояса Стала известна дата следующего поединка непобежденного боксера из Хасавюрта 28 января в своем 19-м бою Бетербиев встретится с британским спортсменом Энтони Яртом На кону будут стоять принадлежащие 37-летнему дагестанцу пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Об этом СМИ сообщила команда соперника нашего боксера Изначально встреча была запланирована на 29 октября Но из-за травмы Бетербиева сроки были перенесены на январь следующего года Это были все новости на сегодня Всего доброго, до скорых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин